Меня зовут Ксения и я врач-ортодонт. Это видео появилось для того, чтобы мои пациенты могли заочно со мной поближе познакомиться, а также принять решение, подхожу ли я им как доктор. Сначала расскажу, как и с чем я работаю, основные принципы моей работы. Также расскажу, какие этапы проходит пациент перед началом ортодонтического лечения. И в конце отвечу на самые популярные вопросы, которые пациенты задают мне во время консультации. Ортодонт – это доктор, который помогает сделать зубы ровными, а улыбку красивой. Также мы помогаем сформировать правильный прикус у ребенка и, соответственно, уберечь его от возникновения комплекса в будущем. Я лечу детей и взрослых и придерживаюсь принципа индивидуального подхода для каждого пациента. Я не люблю шаблоны и считаю, что на медицине они тем более неприемлемы. Поэтому мы составляем индивидуальный план абсолютно для каждого пациента, основываясь на диагностике. Также мне на приеме помогает мой ассистент, который выполняет ряд манипуляций. Поэтому прошу, не пугайтесь, прошу любить жаловать. Итак, теперь давайте разберем, какие этапы проходят пациенты, которые хочут лечиться ортодонтически. Первый этап – это диагностика. Второй этап – это подготовка к ортодонтическому лечению. Третий этап – это непосредственно само ортодонтическое лечение. И последний, четвертый этап – это ретенционный период. Давайте разберем каждые этапы подробнее. Итак, диагностика. Ее проходят абсолютно все мои пациенты, ведь нам важно учитывать все исходные данные для того, чтобы составить грамотный план лечения. Сюда входит фото протокол. Мы обязательно делаем фото лица и зубов, чтобы потом сравнивать динамику. Ну и, конечно же, увидеть до-после. А также сюда входит большое рентгенологическое исследование. Поэтому, если у вас есть намерение на лечение у меня, лучше сразу напишите мне, и я дам направление на исследование, чтобы вы потом не тратили время и деньги, переделывая это исследование. Ведь для диагностики мне нужен определенный формат. Я работаю с одним рентгенологом уже на протяжении нескольких лет. Далее, учитывая результаты диагностики, я составляю для вас индивидуальный план лечения, и в большинстве случаев он начинается не с ортодонтии. Итак, второй этап – это подготовка к ортодонтическому лечению, и иногда он бывает достаточно долгим. Поэтому меня всегда пугают истории, когда пациенту поставили брекеты прямо в день консультации. Что включает в себя подготовка? Это санация полустирта, лечение абсолютно всех-всех-всех зубов – кариес, пульпит, все зубы, которые требуют восстановления. Сюда же относятся коронки, которые будут ставиться на время ортодонтического лечения. Удаление зубов мудрости. Практически в 90% случаев мы рекомендуем удалять зубы мудрости перед началом лечения. Но иногда бывают варианты, поэтому обязательно это нужно будет проговаривать во время обсуждения плана лечения. И также сюда входит профессиональная гигиена полустирта. Ее я рекомендую делать непосредственно перед фиксацией брекетов. Причем от момента профессиональной гигиены до момента фиксации желательно, чтобы прошло не больше трех дней. Третий этап – это непосредственно ортодонтическое лечение. В своей работе я использую разные системы, но сразу должна сказать, что я не работаю лингвальными брекетами. Это брекеты, которые стоят изнутри, которых не видно. Чаще я работаю на брекет-системы, но иногда я использую в своей работе и лайнеры. Это прозрачные капы, которые ставятся на все зубки. В среднем у взрослого пациента лечение длится полтора-два года, вне зависимости от того, какую аппаратуру мы выбираем. Вам нужно будет приезжать на прием раз в 4-6 недель. На приеме я провожу активацию системы. Сюда входит абсолютно все, что мы делаем зубами. И меняем дуги, и устанавливаем новые дуги, и активируем их, устанавливаем оккульзионные накладки. Я даю рекомендации по ношению резиночек. В общем, мы делаем все, что требуется на конкретном данном этапе. Когда мы подходим к финишу и снимаем систему, мы не прощаемся. Мы переходим плавно к четвертому этапу, это ретенционный период. Мы устанавливаем ретейнеры. Это такие тоненькие проволочки, которые стоят от клыка до клыка и внутри зубов. То есть никто, кроме вас, не узнает, что вы носите ретейнеры. Носить их нужно будет столько, сколько мы хотим, чтобы зубы были ровные, то есть постоянно. Также мы изготавливаем ретенционные капы. По сути, это накладка на все зубы прозрачные, которая также будет помогать нам удерживать наш результат. Капы мы носим на протяжении года и носим только на ночь. Также капы очень выручают, если вдруг у вас отклеился ретейнер, а посетить ортодонта прямо в ближайшее время вы не можете. Чаще всего это происходит в отпуске. В ретенционном периоде вам не нужно будет приезжать ко мне раз в месяц. Обычно я назначаю пациентов примерно раз в полгода или даже в год. И нужно это для того, чтобы я просто убедилась в том, что зубы стоят все на местах, а ретейнеры не отклеились и не сломались. Итак, резюме. Ортодонтия – это достаточно долгий и сложный путь. Все-таки это лечение, а не спа. И во время этого лечения могут случиться какие-то сложности. Но самое важное, что мы знаем, как их решать и успешно это делаем. Я, в свою очередь, постараюсь сделать все возможное, чтобы максимально быстро и эффективно завершить ваше лечение. Оплаты проводятся всегда по факту выполненных манипуляций. Также для вас возможна беспроцентная рассрочка. Ортодонтическое лечение можно начинать в любом возрасте, пока у вас есть жалобы и зубы. Более того, скажу, что средний возраст моих пациентов – 30 лет, а не 15, как вам может показаться на первый взгляд. Средние сроки ношения брекетов для взрослого пациента – 1,5-2 года. Брекеты не портят зубы. Кариес может возникнуть только вокруг брекета при условии плохой гигиены. Под брекетом абсолютно точно не может возникнуть кариеса. Поэтому, если вы хорошо будете чистить зубы, все будет окей. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok